Фрукты на рынке У них нет таких абрикосов огромных Я сколько хожу на рынок Абрикосы не на рынке, а в магазинах Фруктовый рай Они у них заврядные 20-30 грамм Где их огромные абрикосы, я не знаю Где у них апорты, я не знаю Вы знаете, что 500 семечек поедет в Казахстан В Усть-Каменогорск Человек все обыскался А после того призыва Был момент, сейчас я сниму А вон, возьмите Оттуда апортик один Из этого ядра А это не апорт А он там, пониже Дело в том, что люди не могут Все фильмы смотреть, правильно? Это тоже не он Тема очень злободневная Знаете почему? Вот-вот апорт Так вот этот, как его Назарбаев, президент на тот момент страны Призвал найти и вернуть апорт в Казахстан Уже и в Казахстане апорта не стало? Ну если президент это сказал Значит все, приехали Они когда, русские оттуда бежали А евреи бежали, украинцы бежали Вы знаете, здесь дома скупали Там, говорят, по тысяче долларов дом продавали Дома добротные Потому что невозможно было жить Я говорю, как есть Это же правда, зачем мне скрывать? Что делали казахи? Якобы Может казахи скажут Да нет, это все сказки Вот, мы гордимся нашими портами Они якобы вырубили сады Русские, типа То есть купив дом у русского, у еврея, у украинца Они вырубили сады Это когда-то войдет Или как легенда Как фальшивка Но кто виноват в том Как в это не поверить Когда Назарбаев попросил вернуть А у нас Чернобаев оттуда приехал Так А я добыл У меня своя линия опортов Я добыл у этой, у Байковой А эти опорты прошли через научные сады То есть Жужинские ГСУ Я там добыл Чернобаевский оказался Полтора раза Крупнее Интересно, да? Вот А он сам оттуда Фильм я про него снимал Я вас с ним познакомлю Сейчас такие люди Это как штучные изделия Редкость Вот И вот что получается Давайте Триханем немножко Чтобы доказать, что все-таки Эти огромные яблоки Это все-таки наши Сейчас получите Вот они Так вот, самое крупное Уже позади Вот почему вот это яблоко В сторонке лежало Вот они Ну, это уже середнячки Самые крупные упали Знаете почему? Видите, ветка сломана Отломилась Отломилась Не выдержала Ну-ка, все Давайте, чтобы этот сюжет был полноценный Оказывается Вот Мы шли сюда Увидели, яблоко валяется Совсем в стороне от яблони Почему-то Мы подошли Увидели, чего? Сливу Венгерку Пробуйте Я еще Надеюсь Вас Не всем удивил Мне надо посмотреть На ваше Красивое Лицо Как оно сейчас Изменится В какую сторону Вот Давайте, пробуйте Перезрелое, конечно Кстати, вот дерево Маточное Вот оно Чуву Вкуснейшее Правда? Сладкое Попробуйте Ну, это меня Я их уже видеть не могу Наелся Вот Она уже не хрустит Правильно? Мягко А я ем Когда хрустит Она перезрела Она тут долго лежала Незамеченная Зато дождалась Да, зато дождалась Вон, видите, раздавленная Значит, ходили по ним Так, ну ладно В общем Раз уж мы сюда Итак Эта венгерка Имеет официальное название Богатырская Привез я из Херсонской области Она замерзла А меня беда заставила еще раз съездить Вот Я снова поехал в Херсонскую область И Привез Снова привез И теперь После двух сорок градусов зим Я увидел, что Пару сухих веток А дерево жило И оба года давало плоды Я не скажу, что много Это не много Тут было где-то пол ведра всего на нем Но косточки все собраны В Херсонской области Это прекрасно Конечно Что она здесь две Зимы пережила Если уж мы с вами Мичурик называем провинцией Если бы не научили Наших сайногорских Садоводов Тысячи тысячи Убивать деревья Собственными руками Что бы сейчас тут было Ведь я же половину моего коллекции Здесь добыта Вот Прямо тут У Бородича покойного У Чижика покойного У Боднара Слава Богу живого Вот Так, ну что, друзья Еще сюжет Пойдемте Еще я ознакомлю С самой моростойкой грушей В нашем регионе Пойдемте